Друзья, привет! Сегодня тема ролика это действительно упражнения и психическое здоровье. Сегодня говорим про физкультуру и физактивность для, в принципе, психического здоровья. Мне спрашивают часто, а зачем заниматься физкультурой, если я не худею? Зачем заниматься фитнесом, если я не худею? Зачем заниматься прогулками, если я не худею? Так вот, я вам расскажу, для чего этим заниматься. Первое. Если вы занимаетесь хоть каким-то видом спорта понемногу, то это улучшает концентрацию вашего внимания. Гантели для улучшения мозговой деятельности супер. Это та физактивность, которая представляет прям супер помощь вашему мозгу. Плюс, когда мы с вами говорим про здоровье ментальное, то очень-очень часто это зависит от физической культуры. Почему это зависит от физической культуры? Чем больше у вас митохондрий, тем лучше у вас обмен веществ, тем быстрее вы выводите токсические вещества и тем лучше у вас состояние, настроение и вообще, в принципе, ваша жизнь. Следующее, что хочется сказать про сохранение и укрепление психического здоровья. Напрямую, когда вы занимаетесь физкультурой, у вас вырабатываются эндорфины и они воздействуют на те, ну в общем, они воздействуют на ваше все тело. И вы даже меньше испытываете боль и, соответственно, меньше испытываете потребность в еде, в каких-то других шалостях. У кого-то это сигареты, алкоголь, сахар. То есть, когда вы занимаетесь физическими упражнениями, это та вещь, которая создает вам такую психическую опору. Следующее, когда мы с вами говорим про физические упражнения и старение, мы стареем, наш микробиом стареет, стареют наши сосуды, суставы. И именно работа со старением через упражнения создает вам такую качественную, качественную, длительную поддержку. Следующее, если мы с вами говорим про физкультуру, это отсрочка ранних метаболических заболеваний. И они связаны обычно вообще с многими вещами, поэтому, когда мы с вами говорим про упражнения, это та вещь, которая максимально, максимально будет давать вам энергию чисто внутреннюю. И еще упражнения спасают от тревожности, упражнения спасают от стресса излишнего, но не чрезмерные упражнения. И упражнения нужны для продления вашей молодости. Поэтому, когда спрашивают про упражнения, могу сказать, это не только митохондрии, это спасение от ипохондрии и плюс работа с неврозами, стрессами и долгожительством. Поэтому, а кстати, вы не знаете, что тренировки работают хорошо с онкологическими клетками, которые образовываются у нас ежедневно и это их постепенненько выводит. Пишите вопросы.